Печальной выдалась авиационная неделя в Щелкове. Между днем ВВС и днем воздушного флота ушла из жизни легендарная авиатриса Галина Павловна Брок-Бельцова. Проводить в последний путь женщину-легенду, участницу Великой Отечественной войны, штурмана 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков, в Центральный дворец культуры пришли сотни людей. Военные летчики, ветераны, кадеты, подруги по Союзу женщин летных специальностей авиатриса, в котором она была почетным вице-президентом. В годы войны Галина Брок совершила 36 боевых вылетов. И спустя 79 лет она оставалась последней из трех женских авиаполков, созданных Мариной Росковой. Она, конечно, очень редкий человек. Она стойкий духом, прекрасный оратор, прекрасный. И, конечно, мы ее будем помнить всегда, потому что она была центром нашей организации. И мы не забудем нашу звезду. Будем точно знать, что она в полете. И душевная нить никогда не приведется. Галина Павловна была уникальным человеком. Мы все ее бесконечно любили и любим. Останется она в наших сердцах навсегда. Галина Павловна была символом и останется мужества, стойкости. Мы всегда будем равняться на нее. Вечная ей и светлая память. Галина Брок-Бельцова прожила удивительную, достойную, долгую жизнь. Ей было 99 лет. 60 из них она прожила в браке со своей фронтовой любовью Георгием Бельцовым, генерал-майором авиации. Вырастила троих детей. У нее также остались 7 внуков и 14 правнуков. Галина Павловна проживала в авиационном микрорайоне Чкаловский. Но знали ее далеко за пределами Щелкова. Пришли проститься знакомые и незнакомые. Те, кто искренне любил Галину Павловну и восхищался ее силой и духа, неиссякаемой энергией, не проходящей с годами женской красотой и обаянием, уникальным ораторским мастерством и, конечно, любовью к родине. В последние годы Галина Павловна неизменно была почетным гостем на Парадах Победы 9 мая. Выступала перед школьниками, перед военнослужащими, перед учащимися в высших военных заведениях, трудовыми коллективами. И, как вы все знаете, ее отличала глубина выступлений, четкость речи и пример личный, которым следовали многие поколения и будут следовать, я думаю, в перспективе. У Галины Брок-Бельцовой не было звания героя, только фронтовые ордена, красные звезды, отечественные войны первой и второй степени и много медалей. Но она была героем для всех нас, кто ее знал. Яркая личность и очень светлый человек. Я написала стихотворение, которое я хочу сейчас зачитать. Погасла яркая звезда авиатрисы, покинула наш штурман Галя Брок, глубокий след свой оставляя в нашей жизни. В рассказах о подругах боевых и о войне большой урок. Светлая ей память, пусть иногда ей будет пухом, но нам без нее будет сейчас плохо, конечно, потому что она была каким-то нашим рупором, до молодежи могла донести все. Ну, а мы постараемся продолжить ее дело, ветераны. Простилась с ней не только городской округ Щелка, с ней простилась страна. Истинный патриот России. Она ее любила до конца. Занималась патриотическим испытанием детей. Умнейшая, сильнейшая женщина останется в наших сердцах навсегда. В траурном зале звучали советские песни о войне. А провожали Галину Брок-Бельцову под знаменитый марш авиаторов в исполнении Щелковского духового оркестра. Похоронили легендарную авиатрису на Введенском кладбище в Москве, рядом с мужем. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok